Чем хороши развитые страны? Там далеко не 20 цифровых каналах, там их 2000, а то и более. Там не реклама как таковая, там отличные грамотные сюжеты, это совершенно не наша российская реклама. У нас сопли, простуда, гиарея, а также месячные, вкупе с банками. Там лучшее качество, вот как-то так. Мне-то удается вам демонстрировать то качество, к которому магнитогор стремился. Стоп, не стремился, потому что это было, но я-то знаю. Бабушка моя, идеал, она их строила. Но время прошло, а лучшее осталось. Где лучшее? Одно из подразделений вокзальная 110. Столовая по-домашнему. Почему такая лучшая? А потому что никто не знает, но директор смотрит и оценивает качество, постоянно и в разное время. Так что не обманешь. А вас тяжелые здесь мучают или нет? Нет. Это нормально, да? Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой, изжога вас мучает здесь или нет? Нет. Не мучает, да, никоим богом? Нет, никогда. А вот насчет изжоги, часто у вас здесь изжога? Изжоги у меня вообще, я не знаю, что такое. И не знаете, да? Да. И кушаете только здесь, проводически? Ну, в основном, да. А вас, как изжога, мучает? Никогда не мучаюсь, ем здесь очень часто. И никогда не было изжоги совершенно. Я здесь практически с открытия этого заведения питаюсь, ну, два-три раза в неделю. И никогда ни изжоги не было ничего. И готовить всегда вкусно и качественно. Я вчера ездил с Екатеринбурга до Магнитогорска и думаю, дай-ка что-нибудь перекушу, да? Зашел, посмотрел, там солянка стоит на 105 рублей дороже, чем здесь. Здесь солянка стоит 75 рублей. А что-то я не въехал, это, наверное, дивный принцип, да? Как вы должны деньги-то платить. Я еще понимаю, насколько было это вкусно или нет. Сегодня и сейчас люди рассказали, расскажут и дальше о том, насколько здесь крутые специалисты. А пока я буду вкушать то, из чего должна быть железобетонная изжога у стандартных людей. Ну, допустим, рассольник, да? То есть я обыкновенный человек, я должен получить изжога. Я сейчас ничего не буду говорить, но что-то мне сюда уже попало. Съем все безумно и быстро. Буду делать это все понемногу, естественно. И причем, я сейчас объясню ситуацию. Сколько бывает крутых специалистов в городе вообще? Мы пообщались с любыми специалистами экстра-уровня, экстра-уровня. В связи с тем, что вы даже не думаете, но как бы вам сказать, ну, ради прикола-то, естественно. Вот. Шницер, он тоже должен выводить прямо изжогу. Чуть позже я пообедаю в другом месте и расскажу, была ли у меня изжога. Потому что мы сегодня будет два материала. Здесь на вокзале. И мы поедем на проспект Ленина. Вот так. Это тоже должна быть тяжелой. Насколько все вкусно. Просто, 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 очень вкусно, реально вкусно. Дай бог, в следующем году, когда у меня будет 50 лет, я 100% привлеку специалист. Когда мы обозначиться будем есть мой шашлык, ни с того, ни с другого, что никакой изжоги никогда не было. Ммм. И все это вот тоже должна быть изжога. Это торт из... Да что это за безобразие? Насколько вкусно. Я одновременно еще не могу сказать, но врать я не буду. Не в моих правилах вам врать, но. Количество стандартных специалистов большое, но количество суперспециалистов. Да. Мы вам говорим о том месте, где можно было бы поставить 5 баллов. Все только 5 баллов, это любые рестораны. Да. Ммм. А. Да, 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 да. Горошница. Ммм. Да что это за безобразие? С тем, что должно быть вызывать у меня изжогу. Да. Но это не вызывает у меня изжоги. Почему? Можно было бы поставить экстра ценники, но вы бы тогда бы этого не попробовали. А здесь работает именно для вас. Вы должны понимать, что придя в столовую по-домашнему, вы получите ну просто экстра результ. Я ничего не буду говорить. Даже если вы все-таки будете сидите на центральную городскую ярмарку, там абсолютно недалеко. Там абсолютно недалеко. Просто зайдите и попробуйте. Ну и мало того, все нормальные специалисты, экстра и супер уровня, да, кушают здесь. Потому что это уникальный вариант. Я вам говорю, это уникальный вариант. А вот тут сложно, сложно. Конкуренция дичайшая, я бы сказал. То. Ну как? Для меня главное калории. Но лучше с безупречным вкусом. Вот вам кажется, пицца сушит сабвеи. Стоять. Вы нормальную пиццу кушали? Вы нормальные суши вкушали? Вы сабвеи нормальные ели? Не вкушали, а я вкушал американскую пиццу. Это вообще что-то. Как и тамошние сабвеи. И где, естественно? В Америке. А наши даже рядом не стоят. А суши я ел в Японии. С этой стороной все немного по-другому. Но это далеко не Россия. Был я и в Японии. А вот это настоящая грамотно сделанная российская еда. К слову про качество. Если брать СССР, то качество на безупречном уровне. Вот только где это возможно? А перейдем в Ленина. И на Ленина 90 это увидим. Приветствую, господи мои. Здравствуйте. Вы здесь кушаете, да? Да. Вот вопрос такой, естественно. Мне надоедает то, что нам в сказке рассказывают про медицину, да? Изжога. Изжога у вас в этом месте появляется или нет? Ни разу. Ни разу. То есть зачем эта реклама нужна, непонятно, да ведь? Нет. Я ненавижу рекламу. Вот эта реклама не нравится мне, где говорят про изжогу. У вас здесь изжога бывает? Нет. То есть четко не бывает изжоги, да? Не бывает. Ты когда здесь кушаешь, у тебя изжога появляется или нет? Не появляется, да? Вы довольно часто здесь кушаете, да? Да. И как у вас насчет изжоги тут здешняя? Ни разу не было. Ни разу не было? Это, по-моему, большее удовольствие, да? Нет. То есть у вас, сука, девушка, которая тоже еще не пробовала. Ну, мы будем надеяться, что ничего не получится у нее с изжогой. Потому что бросьте всю эту рекламу, да? Давайте рекламировать то, что должно быть. Конечно. На машине, да? Поездка от вокзальной до Ленина. Это как бы времечко есть небольшое. Тем более Ленина это с вокзала и до сюда. Просто переезды. Неправильное решение. То есть в некоторое время я должен был бы думать и посмотреть, и ощутить эту самую изжогу. А вот и нет ее. Нет-то, 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 нет-то. Потому что еще раз я вам объясняю, уже показал, что есть специалисты, которые смотрят, которые хотят, что вы кушали вкусный, замечательный, естественный. Я сюда приехал так же перекус. Уже это просто хороший перекус, потому что, извините, работа на телевидении это... А почему нет? Давайте я его аккуратненько так поставил сбоку. То бишь, когда я ездил не так давно, я посмотрел, что такое солянка. Так вот солянка тамошняя и солянка здешняя. Я ничего не буду говорить, потому что я ем только здешнюю солянку, и она мне очень-очень нравится. Потому что ее готовят просто изумительно. Если сейчас будут сопли, слюни, пузыри, то поверьте мне, это даже ничего не будет другого. Но перед соляночкой я хочу попробовать еще один салат из грибов. Да-да-да, очень вкусный. Как называется, не помню, но это настоящие грибы. Настоящие грибы, опята. Вау, вкуснота. Пока у нас еще грибов-то нету. Да. С шапенком. С шапенком. Есть маленький нюанс. Каждый салат должен отличаться. Не так, что все одинаково, а каждый салат должен отличаться. Эти салаты так же друг от друга отличаются, и мне это очень нравится. Очень, реально вкусно. Про соляночку я вам рассказывал, да? Сейчас расскажу про эту солянку. То есть, ну почему здесь солянка стоит 70 рублей? Почему на нас? То есть, понятно, что люди туда-сюда проехали. Возможно, он приедет сюда когда-нибудь, непонятно. То есть, вы заплатили бешеный день. Насколько это вкусно? Там не пробовал, не хочу даже пробовать, потому что я знаю, что лучшая солянка в городе Магнитогорске только в столовой по-домашнему. Ммм, от винта. Ммм, это что-то с чем-то. Да. Почему это удовольствие? Сегодняшний сюжет, противовес рекламе. Противовес рекламе, мы вам показываем, что вы можете кушать здесь и забыть про слово изжога. К сожалению, немного мест именно такого качества. Но вы все можете это сделать. И еще раз я вам объясняю, я не противник денег, как таковых. Я противник не вашего удовольствия от поедания того, что по сути событий не должно быть в природе своей. Да, в городе Магнитогорске не такое большое количество людей, которые вам грамотно готовят еду. Ну, не может быть такое количество. Стандартно готовят. Качественно. Ну, надо еще сильно подумать. Но чтобы изумительно, так-то качественнее, чем здесь, еду готовят только одному человеку. Одному. Не вам всем подряд, а одному человеку. Догадаетесь, кто это? Я просто ел, поверьте мне. Но по качеству домашнего продукта и по качеству приготовления пищи здесь, я вам скажу, что разницы практически нет никакой. А вы должны понять, что есть люди, которые дают вам изумительное удовольствие от еды. Изумительное удовольствие от еды в столовой по-домашнему. Приезжайте и кушайте. Каждый должен думать, да нет, обязан. Я вас только подталкиваю. Но убедившись и поняв, вы сами дойдете. Потому что по-другому не получится. Немного в городе уникальных поварок, верьте мне. Но такие есть в столовой по-домашнему. Опять же, поверьте мне. И вот еще одно место, да? И вы даже не думайте, что у меня что-то выросло пузо. Да, оно вырастает после того, как я здесь кушаю. Тут железобетонная практика. Потому что я знаю, что мне нравится. Я знаю, что должно нравиться вам. И все-таки я вам рекомендовал. Все-таки это центр города. Рядышком центральная городская ярмарка. Рядышком цирк, в конце концов. Рядышком банк. Да-да-да. Это вообще как бы... А, вон еще континент. Много места, понимаете? Это одно из мест под названием центр города. И для того, чтобы вы поняли, как можно кушать, я вам рекомендовал зайти сюда на Ленина 90. Покушать в столовой по-домашнему. А потом вы поймете о том, что блин пасхальный. Где же наши небольшие финансовые составляющие нашего семейного бюджета? Потому что настолько вкусно готовить я не умею. Да и честно, я много где кушал то. Но вкуснее, чем здесь, это очень уникальная составляющая, которую я тоже ел. Попробуйте, ради прикола.